Добрый день, меня зовут Дудник Виктор, я тренер по фехтованию на коротких клинках, тренируюсь в проекте «Мирный воин» и не так давно познакомился с технологиями дехолдинга, ориентировочно полгода. Если рассказать о том, как это произвело впечатление на меня, то, наверное, еще восемь месяцев назад первый раз я попробовал приборы, ну так, на посмотри, что это такое, и в общем-то я сказал, что это ерунда, и на меня это вообще не действует. Потом месяца через четыре была такая ситуация, мы с моим тренером Игорем Шпеньковым были на семинаре в городе Кемерово, пятидневный семинар, четырехчасовая разница по времени, перелет, и очень высокая была нагрузка психологическая и физическая, и на третий день семинара я просто понял вечером, что мои силы закончились. А впереди было очень много спаррингов, и были у нас показательные спарринги, и состояние мое было близко к нулю. В этот момент мой тренер Игорь подошел ко мне, дал один прибор, дал другой прибор, дал третий прибор, и, в общем-то, поменял одну программу, другую. Прошло два часа, и я поймал себя на мысли, что мое состояние такое же, как и утром. То есть я спокойно двигаюсь, я спаррингую, у меня хорошее настроение, и весело, и бодро. Вечером я начал анализировать, приборы, не приборы, или это мой организм так подействовал. На второй день все повторилось, и вот тогда я действительно понял, что приборы работают. А потом, когда я приобрел это оборудование себе и стал вникать в технологии и в программы, был еще один момент, очень важный, который тоже повлиял на мое общение с людьми и с моими друзьями, которым я рекомендую технологию. У меня не так давно родилась маленькая дочка, можете меня поздравить. И технологии сразу вошли в ее жизнь. Супруга моя Мария, она такая очень скептичная женщина, но тем не менее мы сразу ощутили, что приборы помогают новорожденному человеку справиться со сложностями, которые его окружают в этом мире. Это сон, это эмоции, это пищеварение. И мы потихонечку начали осторожно использовать приборы с ребенком, и мы поняли, что у нас ребенок нормально спит, он нормально кушает, и все процессы протекают хорошо. И третий такой важный момент был, это послеродовая депрессия моей супруги, когда технологии помогли ей очень быстро, в течение буквально двух-трех недель после родов, обрести хорошее настроение, легкость, и все было, ну как-то на моих глазах все это было классно. На самом деле, наверное, мое знакомство с технологиями было бы раньше и быстрее, если бы я пообщался не только с Игорем. Потому что на тот момент только Игорь обкатывал технологии и рассказал мне о них, причем он это делал очень ненавязчиво. Если бы я на тот момент пообщался с кем-то еще, кто использует, из тех людей, кому я доверяю, их мнению доверяю, то, наверное, я бы больше внимания этому делил, соответственно, уже год назад, я бы уже начал пользоваться. Какие ошибки делают люди? Во-первых, нельзя рекомендовать то, в чем ты не разбираешься и в чем ты не пользуешься. Поэтому мой совет всем сначала обкатать технологии на себе, и опыт показал, что технологии на разных людей действуют по-разному. Даже одни и те же программы на людей влияют по-разному. И эффект различный. Но в общем и в целом он положительный. И сначала нужно понять, как это работает, как этим пользоваться. И в дальнейшем уже об этом просто рассказывать людям. Здесь важен личный пример. То есть это самое главное. Второе важный момент – этим нужно пользоваться постоянно. То есть этим нельзя пользоваться от раза к разу. Это должно быть каждый день, это должно быть систематически, и тогда ты очень тонко начинаешь чувствовать эффект. Приведу такой пример. Мы позавчера гуляли с супругой, с коляской, и был такой момент, что один из приборов у нас, мы его отдали родственникам, а второй прибор, он остался на работе. И дома не было ни одного прибора, ритма. И два дня мы не пользовались технологиями, мы гуляем, и я говорю супруге, ты чувствуешь, как уровень энергии упал за эти два дня? Эмоции какие-то стали превалировать, где-то расстройство, где-то какой-то страх, ну, тонкие моменты. Да, она согласилась со мной, что это так и есть. То есть я говорю о том, что когда ты очень тонко оцениваешь свое состояние, благодаря технологиям дехолдинга, ты начинаешь замечать малейшие изменения, которые происходят. Усталость, начало заболевания. И это очень важно. То есть технологии, понятно, помогают не просто излечиваться, помогают не просто нести высокие физические нагрузки психологические, они помогают очень тонко настроить свой организм и чувствовать его. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ